Итак, мы с вами продолжаем разговаривать об инициализации начального равновесия фильтрационной модели. И в этой короткой лекции я хочу рассказать об использовании J-функции или V-Rect. Коротко напомню о том, что у нас с вами пласты являются неоднородными, как правило. И из лабораторных данных мы с вами имеем совокупность зависимостей капиллярного давления от насыщенности. J-функция или V-Rect это попытка обобщить совокупность зависимости и иметь одну зависимость, соответственно, для разных пористостей и проницаемостей. Здесь на слайде представлено выражение для J-функции или V-Rect. Это, соответственно, отношение капиллярного давления от водонасыщенности к поверхностному натяжению на границе раздела, на косинус краевого угодного смачивания и корень квадратный из частного проницаемости и пористости. Итак, давайте поговорим. То есть здесь присутствует с одной стороны капиллярное давление от водонасыщенности, а с другой стороны для каждого образца у нас с вами есть проницаемость и пористость. Итак, принципиальный алгоритм. Что нам дано? Нам даны зависимости капиллярного давления от водонасыщенности для разных образцов керна с разными фильтрационными и косными свойствами. Мы с вами знаем расположение зеркала свободной воды. Ну и здесь как параметр это глубина зеркала свободной воды. Коэффициенты пористости и проницаемости для каждого образца, поверхностное натяжение коревого угодного смачивания. Ну тут опять, как часто бывает вопрос, собственно, ну можно принять, скажем, то же самое поверхностное натяжение, принять 0,03 ньютон на метр, как это часто делается, ну например. Ну и естественно плотности нефти и воды. Итак, принципиальный алгоритм. Пункт первый. Мы с вами устроим J-функцию по, соответственно, лабораторным данным. То есть мы с вами на график зависимости от J-функции от водонасыщенности, часто, кстати говоря, используется нормализованная насыщенность, то есть нормализованная таким образом, чтобы она изменялась от 0 до 1. Мы с вами наносим все значения, соответственно, наше с вами капиллярное давление, то есть мы рассчитываем J-функцию. Для каждой капиллярки, с учетом значений поленциальности пористости каждого образца, эти точки наносятся и затем опоксимируются зависимости. Чаще всего это степенная зависимость, соответственно, J-функции от водонасыщенности. Ну вот здесь она представлена. Затем, как мы с вами разговаривали в прошлой лекции, мы с вами на основе расчета распределения давления в фазах нашей с вами трехмерной модели, можем рассчитать капиллярное давление или псевдокапиллярное давление для фактически всех ячеек моделей. После того, как мы рассчитали капиллярное давление, мы можем с вами рассчитать точно так же, как это делалось в первом пункте, но только уже, соответственно, для нашей с вами модели, рассчитать значение J-функции. Потому как в каждой ячееке мы знаем проницаемость и пористости. А после того, как мы знаем с вами значение J-функции во всей модели, у нас есть полученный из лабораторных данных связь J-функции с коэффициентом водонасыщенности, мы можем с вами из аппроксимирующей зависимости получить в явном виде зависимость водонасыщенности от нашей J-функции. Соответственно, мы получим распоряжение водонасыщенности в нашей трехмерной модели. Пример использования J-функции. Здесь показано несколько зависимостей капиллярного давления при разных значениях проницаемости образцов. После этого построена J-функция. Здесь показана степенная зависимость. И, соответственно, как я уже говорил, можем рассчитать капиллярное давление. Здесь нет массива ячеек. Я просто взял и подставил, собственно, выражение для капиллярного давления. Дельта Рожаж подставил выражение для J-функции. А J-функция определена по аппоксимированной, соответственно, степенной зависимости. И вот мы получили с вами выражение, где у нас в левой части есть водонасыщенность, а в правой части в явном виде присутствует, соответственно, глубина над зеркалом свободной воды. Спасибо за внимание.